Здравствуйте! В эфире программа «Семь минут» и в гостях у меня сегодня Дмитрий Корнеичук, официальный представитель Рязанского завода силикатных изделий. Дмитрий, здравствуйте! Здравствуйте! Ну, в первую очередь, давайте вы расскажете, что за завод такой силикатных изделий, как давно он существует и чем занимается? Да, я представляю Рязанский завод силикатных изделий. Рязанский завод существует с 1955 года, но начал выпускать продукцию с 1958 года. Практически с этого дня, с этого года идет отчет срока работы нашего завода. Так что, считайте, через совсем немного времени будет уже 60 лет предприятию. Ну, вот за это время, это большое время, да, наверное, уже обеспечили своими изделиями, ну, очень много предприятий, там, обычных граждан. Вот как? Можете об этом что-то рассказать? С продукцией силикатного завода знаком практически каждый рязанец и житель Рязанской области, потому что всего таких заводов в нашей области существует два. В Рязани силикатный завод в единственном числе. Так что, если вы видите дома из силикатного кирпича, то почти со 100% уверенностью можно сказать, что это продукция рязанского завода силикатных изделий. Ну, вот как я люблю почему-то говорить, на дворе у нас 21 век, да? И, ну, в принципе, в любой сфере появляются какие-то инновации, новые технологии. А вот касаемо вашей продукции, что-то вот супер новое, супер, может быть, удобное, там, популярное вот появилось? Я хочу сказать, что в каждой отрасли, в частности, в строительстве, машиностроении существуют законодатели моды. Обычно это предприятия Германии. А мы в России применяем для наших условий самое востребованное, то, что изобретено ими. Это неплохо, это нехорошо, это таковая жизнь. На протяжении всего срока работы нашего завода, Рязанский завод силикатных изделий выпускал востребованную именно сейчас продукцию. Если, например, в 60-е годы это был обычный силикатный кирпич, который все видели, все его знают, то уже в 70-е годы, 80-е годы ужесточились требования к силикатной продукции, к точности изготовления тех блоков и камней. Появились запросы у строителей и частных застройщиков на цветную продукцию. Например, в 2002 году силикатным заводом было освоено производство кирпича цветного, желтого, серого, даже зеленый, коричневый, красный кирпич. И вы можете видеть красивые дома, построенные в Рязани, с яркими кирпичными фасадами. И вы знаете, что это продукция Рязанского завода силикатных изделий. То есть это никак не покрашено, это вот оно так изначально существует? Да, да. Сейчас это обычная продукция, рядовая продукция нашего завода силикатных изделий, который ее выпускает каждый день. Когда-то это была новость. Ну да, у нас зато много красивых зданий появилось в городе. Да. Совсем недавно со стороны строителей появился новый запрос. Для строителей ужесточены сроки строительства. Поэтому они должны строить не просто качественно, а и быстро. Это касается как и монолитных домов из железобетона, кирпичных домов. И сейчас востребованный материал перегородочный. Он изготавливается также по немецким технологиям. На Рязанском заводе силикатных изделий эти перегородки выпускаются уже в промышленном масштабе. И строителями они уже востребованы. Почему они востребованы? Я уже повторяюсь, что применение этих перегородок ускоряет строительство. А вот что они из себя представляют? Чем они отличаются? Ну, допустим, не из кирпича делают эти перегородки. То есть не по кирпичику выкладывают, а уже как-то все это целиком. Почему с ними удобно работать? Это перегородки большого формата, почти полметровой длины, 25 сантиметров высоты. И применение этих перегородок очень сильно ускоряет строительство, монтаж стен перегородочных и уменьшает расход растворов или клеев кладочных. Что это, поверьте, очень существенная экономия. Из-за того, что перегородки выпускаются очень точно на современном оборудовании, построенные перегородки из этих блоков не нужно штукатурить выравнивающими вот этими штукатурками. Это очень существенно для кармана и строителей, и частных застройщиков. Эти перегородки можно просто шпаклевать. А вот, например, я, да, вот хочу что-то где-то там сделать, построить. Мне вот это как-то пригодится в жизни? Я имею в виду не просто вот строители, которые строят дома, да, возводят там капитальные какие-то строения. Вот мне, например, где-то может это пригодиться? Любому человеку, который задумался о строительстве, мы всегда поможем. И вам достаточно прийти на резинанский завод силикатных изделий со своей мыслью что-то построить. Как применить этот материал, мы вам подскажем, расскажем. На предприятии выложены в натуральную величину стены из всех материалов, которые завод выпускает. То есть вы можете воочию убедиться, как, какой материал применяется. Просто очень легко все это рубится. Это на самом деле вот так легко, как выглядит. Вы не поверите, но это так. Но для этого нужно использовать специальные приспособления, которые облегчают работу с этими блоками. Ничего сложного в этом нет. И специалисты Рязанского завода силикатных изделий вам все это объяснят. Ну что ж, замечательно. А вот впереди у нас Новый год, да? Скажите, пожалуйста, вот что-то завод силикатных изделий, какие-то акции, может быть, подарки готовят к этому замечательному волшебному празднику? Я хочу сказать, что Рязанский завод силикатных изделий никогда не делает каких-то новогодних скидок. Потому что предприятие работает в основном со строительными организациями, с частными лицами также. Но нет у нас сезонных наценок. У нас всегда стабильные, доступные, вменяемые цены. Но для жителей города, которые задумались сейчас о строительстве, я хочу сказать, что Рязанский завод силикатных изделий идет навстречу с услугами бесплатного хранения. Не у всех сейчас на строительной площадке можно разместить где-то за городом, например, безопасный кирпич или какие-то еще блоки. Человек может спокойно прийти, определиться, какая продукция ему нужна, оплатить ее с 50% от стоимости или полностью, у кого какие финансы позволяют, и бесплатно оставить этот материал до момента, когда он начнет строить свое здание. Дмитрий, ну и, конечно, не могу не спросить, какие планы на будущее, какие-то тенденции развития? В Рязанском заводе силикатных изделий есть куда дальше развиваться. Есть у нас идеи по запуску новых материалов, но я бы не хотел сейчас все карты вам открывать. Но поверьте, что это будет интересно и жителям Рязани, и строительным организациям. Ну, я думаю, наши дома в скором будущем будут выглядеть еще лучше, красочнее и замечательнее. Теплее, прочнее и выше. Отлично. Спасибо вам, Дмитрий, огромное. Нашим телезрителям напомню, что в гостях у меня был Дмитрий Корнячук, официальный представитель Рязанского завода силикатных изделий. Это программа «7 минут». Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова